Данил Коско Персонально у Узинска в этом сезоне менее 15% дальник, так что это то, в чем еще могут прибавить Лока Мартюк, красивое завершение после, пока не ладится за броском у Лока, зато с защитой все в порядке, Акун Персел, отличный перехват и сверху нес, но в дужку ударил Мартюк, очки второго шанса персонально Андрея Мартюка, только он пока отличается очками, Бенджамин Павел Дуду еще одну треху укладывает, вот это да! Сегодня за менее чем 4 минуты уже 6 набранных очков у него, Емченко остался с Мотовиловым, отдал трех секунд на Мартюка и здесь блокшот чистый от Микульского, к центровому Лока, дал возможность Лока успеть сдвоиться, даже строиться, не потерял мяч, Акун Персел, какая передача от Дмитрия Узинского, своевременная, 10-8, Мотовилов против Елотонцева, идет в краску и набирает 2 очка, не разобрались здесь на смене Микульский в розыгрыше, не часто такое увидишь, передача на Чебашика, Яков получает заслону от Дзечевича, Александру вниз и забивает Серб таки, соперника и наказал. Чербенев, здесь заступ какой от Дзечевича, но движение мяча отличное у Лока, Узинский, 3 на равный, 14-14, если не ошибаюсь, уже второй в этом матче для Александра, да, все верно? Хорошая оборона от разыгрывающего Лока, Елотонцев теряет мяч, убегает Минск, вернул тяжелый форвард мяч Чербеневу, Александр говорит, давайте я сам разберусь, атакует с дистанции и попадает, провоцируя тайм-аут Алексея Суховецкого, послужила причиной. Ведищев долго не расстается с мячом, вот теперь пас Носочкова, Егора нельзя так оставлять на периметре, накажет, уже успел даже дебютировать в Суперлигии за Локомотив Кубами, матча против Новосибирска. Барфорд, 8 секунд до конца первой четверти, под кольцо, и перевисел он Мик Борисевич, Аллатко, Зечевич, Чебашек и Коско у Минска. Ведищев не стал атаковать, своевременная смена от Зечевича, и Лотонцев не забивает, но забирает отскок, и со второй попытки все-таки в этом сезоне баскетболисты не старше 2001 года рождения. Барфорд под кольцо, и набирает-таки два очка в тяжелом проходе, перевисел соперника, Аллатко, Иван пробует треху, и совсем не точный бросок от 95-го номера Минска. Ведищев на мяче, оставили его на трешке, Захар бросил и попал через Егора очки, Щербенев убегает в атаку, 5-4 у Лока, Барфорд свободная, 3, есть! Барфорд на площадке у Лока, и Джейлен забивает еще одну трешку. Теперь уже с другой стороны разменялся на Мартюга, пытается Андрея на дриблинге обыграть, но нет здесь свободного пространства, и все-таки набирает долгожданные очки для Минска на стубеду. Ну, Вадим вручение для Коско, Даниил, дальше на Бенджамина Павла Дуду, и тот трешку еще одну забивает. Стубеда получил неравноценный размен, будет ли фалить Близнюк? Пока нет, Вадим через вышедшего на подстраховку Мартюка, сохранил его в своем владении, заступ от Стубеды, долго не остается с мячом Близнюк. Так вот теперь на Тимирова Кирилла, роскошный Евростеп, и... Поскольку явно он получит много игрового времени, Матавилов пытается на дриблинге обыграть Мартюка, и получается у него это сделать 2 плюс 1 от Григория, попасть в эту свободную попытку. Акун Перселл, хороший дриблинг, оставили его здесь на дуге, и Девон наказал. Не разобрались на смене, пятница назад, хотя партнер думал, что Вадим до конца уже останется с Акун Перселлом. Матавилов под кольцо, еще одни в прошлом регулярном чемпионате, тем временем Девона Кун Перселл 2 из 2 реализовал. Реализовал Матавилов на Бенджамина Павла Дуду, и 12-е очко набирает Беларусь на Емченко, тот на Акун Перселла. Да вон успокаивает атаку Лока, и делает передачу внутрь Мартюк 2 плюс 1. Локомотив Кубани смог убежать в быстрый отрыв. Кирилл Тимиров не лучшим образом выловил эту передачу, а Акун Перселл лезет в трехсекундную и набирает. 2 плюс 1, 48-31, третий шанс в этом нападении для Лока. Акун Перселл через Бенджамина Павла Дуду перевисел соперника. Пока все идет к тому, что увидим мы сегодня сотню в исполнении краснодарского коллектива. Григорий Матавилов левой рукой набирает очки. Дальше на Мартюка, обратная передача от Андрея, теперь заслон от Уайта. Акун Перселл на Мартюка, и Андрей взлетает и колотит сверху, пожалуй, самый. И Андрей Мартюк его за это наказал. Какая передача от Владислава Емченко, и бросок сверху от Акара Уайта. Емченко на Куперселла, Девон, отличный дриблинг, и передача на Карл Уайта. Тот в лоб 3, туда, на Стубеду, тот из рук в руки на Микульского. И перехват очередной в этом матче совершает Мартюк. Дальше на Узинского, и Дмитрий аккуратненько делает передачу на Микульского. Капитан Виртул Ивану, пик-н-ролл с Зечевичем, Александр через Чербенева, забивая трешку. Поддерживают свою команду. Чербенев вниз на Мартюка, тот на 45, уайт 3, есть попадание, который уже успел отмекать с отрешкой в первой половине. Видищев вышел из-под заслона, получил передачу от Чербенева, делает скидку вниз на Мартюка. Туда же на Сачкова и легкие 2. Казко ждет открывания из-под заслона, но нет там свободы, и Данил принимает решение самостоятельно пройти под кольцо. Почему бы и нет? Помершал своему сопернику Александр Чербенев. Не получает передачу. Видищев делает скидку на Елатонцева и Кирилл. Матч против Пармы 29 января дома и против Автодора в Саратове 3 февраля. У Минска будут еще игры против Самары. И обратите внимание, российская пятерка на площадке у локомотива Кубани. Роскошный блокшот ставит Данил Каско Тимирову. Серийную прыгучесть только что показал он, Тимиров. Потерял мяч, Микульский сверху. Первый данк от Минска. А вот это движение, конечно, было делал это Владислав. Собственно, именно по этой причине арбитры промолчали. Видищев забивается средний. На Зечевич, Александр, на Матавилова. 7 на владение. Смена в защите у локомотива. Матавилов лезет в трехсекундную. И 2 плюс 1 в этом матче первым. Точнее, нет, прошу прощения, вторым. Матавилов остался против Филатонцева. Филатонцева через Кирилла из-под кольца забить очень трудно. Зечевич 2 плюс 1 после подбора в нападении. По-прежнему остается единственным баскетболистом в составе локомотива Кубани, который пока сегодня в этом матче очков не набирал. 5-4 убегает локомотив Кубани. И Кирилл Елатонцев. Путбэк данный. Интересное решение. Хотя Григорий уже давно зарекомендовал себя как умеющего работать нерабочей рукой. Баскетболиста Елатонцев. Досадный промах. Очки второго шанса все-таки набирает. У МВП финала четырех минувшего сезона молодежной лиги ВТБ. Джейлин Барфорд набирает легкие два очка из-под кольца. После собственного же перехвата. Слава Лизмюк готовится к бутылесу мяча из-за боковой. Барфорд в трех секунд. Но и обостряет. И два плюс один забивает в фирменном стиле. После Джейлина Барфорда. Китобона Кунгерсел. А, еще прошу прощения, Кирилл Елатонцев. Атаковал девять раз. Джейлин Барфорд там улетел за лицевую. Лишь бы не было травмы. Якоб Чебашек тем в левом углу на ваших дранах стоит. Ведищев на Мартюка Андрей. Сам обыгрывает Вадима Стубеду. И тяжелый мяч забивает левой нерабочей рукой. Лиги ВТБ. Близнюк на Узинского. Нет фола по-прежнему. Хотя Минск всю эту защиту пытается свалить. Классное движение мяча. И Близнюк. Вот он шанс набрать очки. И туда. Плюс 35. Для Лока. И таким образом все баскетболисты, все 12 находившихся сегодня в заявке Лока набрали очки. Четыре российских баскетболиста и один белорус на паркете. У Лока Чемиров с дистанции забивает трешку. А значит нужно дальше играть. Захар Ведищев побыстрее, чем в Стубеда. Пробует трешку. Передняя душка. Подбор остается за Минском. Три в два убегают минчане. Восковцов из-под кольца набирает. Баскетболистов. Точнее своих болельщиков. Сотни. Не факт, что у них это получится. Блокшот. Кирилл Елатонцев ставит тезки Восковцову. Продолжение следует.